Отстоять комбата! Накануне вышел приказ о снятии Александра Лобоса с должности командира 37-го мотопехотного батальона. Военнослужащие не согласны с таким решением. Вчера несколько десятков демобилизованных бойцов вышли под стены Запорожской облгосадминистрации. Они передали письмо в Министерство обороны и президенту Украины с требованием вернуть боевого командира. 37-й батальон находится в составе 56-й бригады. В командовании подразделения говорят, Александр Лобос остается в рядах вооруженных сил Украины. В связи со служебной необходимостью его переводят на офицерскую должность в штаб бригады. Из военных никто не волнуется, я вам так скажу. Я военный. Из военных никто не волнуется. Военные знают, что такое приказы, которые хотят выполнять. Это просто верная информация, что он не будет командиром батальона. Он будет служить на другой должности. Однако личный состав батальона не согласен с таким решением. Бойцы, которые сейчас находятся на передовой в зоне АТО, собрали несколько сотен подписей. Просит отменить приказ и оставить комбата на свои должности. А также подготовили видеообращение. Я знаю как боевого офицера, настоящего командира, который не боится вместе со своими бойцами полезть в ПЭКВА. На это не каждый командир способен. Мы, бойцы 37-го батальона, требуем вас оставить в покое нашего командира, комбата, подполковника Лобоса Александра Анатольевича. Для солдат это важно, чтобы командир был с ним. И ребята, которые подписались под этим обращением, они точно так же требуют. Оставьте нас в покое, дайте нам выполнять наши боевые задачи, дайте нам делать то, ради чего мы пришли в армию. Мы пришли сюда добровольно. Мы подписали контракты. Наша редакция будет продолжать следить за развитием событий в 37-м батальоне. Продолжение следует...